Первая ошибка, которую допустил молодой человек, который мне порекомендовал данный арбуз, это белое пятно. Он сказал, что чем больше пятно и чем оно белее, тем арбуз будет спелее. Это заблуждение. Почему? Белое пятно свидетельствует о том, что арбуз не дозрел. Пятно должно быть желтого цвета и не больше 5-10 сантиметров в размере, как вот на этом варианте. То есть можно этот арбуз показать как эталон качественного пятна на самом плоде. Ну а если пятна не будет вовсе? Это, скорее всего, космические арбузы, которые растут где-то в воздухе. Возможно, размер пятна и его цвет зависят еще и от сорта арбуза. Вот у нас такой же арбуз, но, тем не менее, пятно у него желтое. Обращаем внимание на цвет пятна и на его размер. Для примера, вот один сорт и второй такой же, но белый. А что это за странная трещина в мякоти, прямо посредине арбуза? Сначала резко от присутствия нитратов расти, и, соответственно, от нитратов он разорвался. Да, такой арбуз нам не нужен. Один из методов определения, нитратный он или нет, мы с тобой об этом уже говорили, но напомним, это грубые желтые прожилки. Если они присутствуют, арбуз нитратный, но об этом мы поговорим немного попозже. Кстати, недозрелый арбуз же можно и по кожуре определить. Если протыкается легко, значит еще недозрел. Недозрел, да. Если кожура не протыкается, значит он спелый. Давай попробуем с тобой, ну, на примере вот этого экземпляра. Спелого арбуза, как ты предполагаешь? Да, вот здесь... Получилось с тебя? Ну, у меня не получается. У меня, кстати, тоже боюсь испортить маникюр. Он спелый, кожура плотная, и, соответственно, он сложно пробивается ногтем. Ну, давай вот на этом попробуем. О, пожалуйста, вот видишь? Вот так приходишь и портишь незрелые арбузы на рынке. И ногти. Но если все-таки попался вам зеленый арбуз, можно его не выбрасывать, а использовать его просто-напросто в кулинарии. Главное, чтобы он не был нитратным. Можно его мариновать, можно его солить. Я могу просто положить его для того, чтобы он дозрел. Арбуз, если был сорван зеленым, он уже у вас не дозреет ни при каких условиях. Он может гнить, киснуть, вялиться. Все, кроме дозревания. Был интересный мужчина, который выбирал данный арбуз. Он сказал, что если он издает глухой звук, значит арбуз зрелый. Но издавать глухой звук может также и перезрелый арбуз. Если арбуз перезревший, это значит, что он опасный для здоровья и может привести к отравлениям. Почему? Он внутри начинает уже прокисать, развивается неблагоприятная микрофлора, бактерии. В некоторых случаях могут выделяться даже токсины. Свежий, хороший, качественный арбуз должен пахнуть свежей скошной травой. То есть если разрезаешь, а арбуз перезрел, выбрасывать? Лучше его выбросить. Также если мы разрезали арбуз и собираемся его кушать, все-таки нужно вначале принюхаться. Если мы услышим кисловатый запах, этот арбуз мы не едим. Вот сейчас вот такой запах как раз и раздается. Также кожица у него будет не гладкая, упругая, а маслянистая. Я такого не знала. Третий совет, который мне дали. Выбирать арбуз по сухому хвостику. Вот как здесь, к примеру. Следует знать, что хвостик на арбузе будет высыхать в течение трех дней. То есть сухой хвостик это не показатель того, что этот арбуз вкусный, спелый и полезный. Это просто признак, что его все-таки сорвали уже. Этот арбуз явно не спелый. Несколько признаков. Полоски у него не ярко выражены, они размытые. Кожица довольно-таки мягковатая, что говорит о том, что он недоспелый. Есть такой сорт, называется Кримсон Глори. Он естественным созреванием, без подпитки его нитратами, может достигать 17 килограммов. Какая прелесть. Так это еще маленький Кримсон Глори. Этот сорт вывели в Крыму, для того, чтобы его можно было перевозить на большие расстояния. В специфике этого арбуза толстая кожура. О да, я знаю такие арбузы. Да, очень толстые. А я думала, это плохо. Для данного сорта это хорошо. Его отличительная черта от других видов арбуза, это большие светлые полосы, как здесь. И он будет продолговатой формы. А если мы возьмем херсонский... А вот это вот обычный херсонский? Это вот обычный херсонский. Он темнее. Он темнее, и он даже больше. Хотя херсонский, либо же астраханский арбуз никогда не может вырасти в естественных условиях до таких больших размеров. Ура! Толстая кожура – признак хорошего арбуза. Херсонский он будет более темный, Кримсон Глори будет более светлого цвета. И уж если херсонский вырос до таких же размеров, как Кримсон Глори, то это прямое указание на то, что нитратами его в свое время подкормили. Я тебе могу даже сказать, что этот арбуз, выбирая на рынке, я замерил нитратометром. И что оказалось, вместо положенных 60 микрограмм содержания нитратов, в нем содержалось нитратов 262 единицы. В 4,5 почти раза больше? В 4,5 раза, да. Боже! Представляешь. То есть это не арбуз, а один сплошной нитрат. А в этом арбузе согласно норме? Да. И следует помнить, что херсонский арбуз не достигает ни при каких условиях размера больше 10 килограммов. Угу. Правила спелости этого арбуза такие же, как для обычного. Ну что, давайте теперь убедимся, что это действительно так. Сорт Кримсон Глори отличается от других арбузов своей толстой коркой. И даже достаточно спелый арбуз Кримсон Глори не будет таким ярко-красным, как традиционный, например, астраханский арбуз. Но при этом будет очень вкусным, спелым и, возможно, даже без нитратов. Да, это его особенность. Для приготовления острого арбузного супа нам понадобится 6 стаканов арбуза, свежий сок лимона, мед, свежая мята, перец халапеньо, сухое белое вино, корень имбиря, соус табаско по вкусу. Соедините все ингредиенты в блендере и измельчите, пока смесь не станет однородной. Накройте и охлаждайте 4 часа в холодильнике. Подавать в холодных мисках с соусом табаско. Для приготовления вальдорфского салата в виде кубика Рубика вам понадобится сыр фета или брынза, арбуз, яблоки, мед, лимонный сок, оливковое масло, соль. Нарежьте ингредиенты одинаковыми кубиками, приблизительно 2 на 2 сантиметра. На одну порцию должно получиться по 9 кубиков каждого ингредиента. Выложить в форме кубика Рубика. Смешать для соуса эмульсию из лимонного сока, меда и оливкового масла. Полить салат, украсить кедровыми орешками. Для приготовления маринованных арбузных корок вам понадобятся арбузные корки, соль, сахар, яблочный уксус, корица, каркаде, гвоздика, перец, цедра лимона и вода. Очистить корки арбуза от зеленой части и нарезать. Часть воды смешать с солью, довести до кипения и проварить в ней 15 минут корки до состояния полупрозрачности. Слить воду и остудить корки. Оставшуюся часть воды смешать с сахаром, уксусом, корицей и каркаде. Проварить сироп минут 10, затем вынуть палочку корицы, простерилизованные банки утрамбовать арбузные корки, сверху оставив немного места. Залить горячим сиропом. Хранить в холодильнике на нижней полке. Для приготовления арбузного супа в арбузе вам понадобится мякоть арбуза, сыр фета, базилик, оливковое масло, соль, мята и бальзамический уксус. Арбуз разрезать пополам, извлечь мякоть, очистить от косточек и измельчить. Можно пюрировать в блендере. В сковороде на среднем огне разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанную зелень, слегка обжарить, потом добавить сыр фету и бальзамический уксус. Смешать арбузное пюре и горячий соус фетой. Суп охладить в холодильнике на протяжении 20 минут. Подавать в чаши из целого арбуза, украсить мятой. Для приготовления арбузного мармелада вам понадобятся арбузные корки, сахар, вода, лимон, ваниль, кардамон и сода. Арбузные корки аккуратно очистить и нарезать на кусочки. Наколоть вилкой и положить в содовый раствор на 4 часа. Промыть и кипятить 20 минут в сахарном сиропе. Оставить смесь на ночь. Утром повторно прокипятить около 20 минут, добавив сахар. Эту процедуру повторить вечером. В третий раз кипятить с добавлением цедры лимона или апельсина, лимонного сока, ванили и кардамона до полупрозрачного состояния. Готовый мармелад можно обвалять в сахаре. Субтитры создавал DimaTorzok